Девушки отдыхают ДТП со смертельным исходом. Накануне произошла авария, в котором погибли 6 человек, в том числе один ребенок. В Туве задержаны жители нескольких регионов России, которые подозреваются в браконьерстве. В местечко Куктей Кызылского района на ежегодную встречу съехались байкеры из разных регионов страны. А теперь об этих и других событиях более подробно. Начнем выпуск со страшной аварии, произошедшей накануне вечером. В районе села Устелегес Кызылского района лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Шесть человек погибли, один из них ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробности у Дианы Баянбогус. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 с двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года ехал в сторону Кызыла. Автомобиль «Лада Приора», в котором находились шесть человек, 48-летний водитель, две женщины и 17-летняя девушка, а также малолетние дети, мальчик и девочка в возрасте 6 лет, двигался в сторону Шаганара. Выяснилось, что все на попутке направлялись в Байтагинский район. Машины после столкновения были искорежены настолько, что пострадавших пришлось доставать при помощи специальных инструментов спасателей. 30-летний пассажир автомашины ВАЗ-21093, 17-летняя девушка и 6-летняя девочка, находившиеся в автомобиле «Лада Приора», доставлены в приемный покой резбольницы номер 1. 20-го числа вечером поступило в прием покой с места ДТП трое пострадавших. Один ребенок, одна женщина и один мужчина. Мужчина первично был госпитализирован в отделении реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния сегодня утром переведен в общую палату в отделении травматологии. В настоящее время состояние тяжелое, стабильное. Женщина поступила в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Ребенок поступил в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводится лечение до обследования. Выжившая девушка после страшной аварии не захотела показать лицо, но рассказала нам о произошедшем. Мы заправились и выехали. Я была пристегнута. Как налетела та машина, не видела, так как спала. После столкновения было тихо. Только маленькая девочка кричала и плакала. Я сказала ей, не бойся, нас скоро спасут и помогут. И она успокоилась. Я остальных звала, говорила, вставайте, вставайте, но никто даже не шевельнулся. Помощь пришла быстро. Меня, получается, только ремень безопасности спас. Предварительно установлено, что из всех граждан, ехавших в автомобилях, ремнем безопасности была пристегнута лишь одна женщина. На 831-м километре автодороги Р-257 Нисей водитель автомашины ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Лада Приора. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093, водитель, две женщины, а также шестилетний мальчик, ехавший в автомобиле Лада Приора, скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Как прокомментировала представитель МВД по ТУВЕ, по факту ДТП, в котором погибли 6 человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело – нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ведется следствие. Диана Баймусарис-Ховалы, телекомпания «Новек». К другим темам. 22 августа по всей стране будет отмечаться праздник государственного флага России. Дата впервые была утверждена в 1994 году первым президентом страны Борисом Ельцином. Цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие уважения государственному символу. Накануне стартовал автопробег, посвященный российскому триколору. Автопробег с триколором в ТУВЕ проводится второй раз. В прошлом году участники охватили западные районы, конечный пункт которого был Красноярск. В этом году решено было объехать южные районы по таким селам, как Байхак, Болгазан, Козыларык, Самогалтай и Эрзин. Стартует автопробег традиционно с площади Победы. В каждом населенном пункте запланирована остановка, чтобы провести различные программы. Прилегает молодежь, то есть будет интересный для молодежи вид, как сборка, разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматического оружия. То есть не только агитационные, но и показательные мероприятия. Пока в мероприятии участвуют 11 автомобилей, к патриотической акции мог присоединиться каждый и завершится автопробег 22 августа. Этот праздник объединяет народ, показывает целостность, стремление народа к единству, преодоление трудностей, достижение успехов и побед. Наш флаг Триколор знает во всем мире, уважает. В автопробеге сегодня принимает участие региональное отделение ДОСАВ, Министерство дорожно-транспортного комплекса, культуры и туризма, Национальный музей с передвижной выставкой исторических фото, а также отделы культуры муниципалитетов. На достигнутом организаторы мероприятия останавливаться не собираются. В следующем году автопробег с Триколором будет проходить по северным районам Тувы. Сегодня в Туве стартовал месячник по сбору платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Цель – снижение задолженности и обеспечение готовности организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики к новому отопительному периоду. Правительством региона утвержден план мероприятий по проведению месячника по сбору платежей. Предлагается активизировать работы по безналичному перечислению заработной платы в счет погашения задолженности за коммунальные услуги на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций. Процесс отчисления будет осуществляться по заявлениям работников. Также предлагается обеспечить целевое использование жилищных субсидий путем безналичного перечисления на расчетные счета предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по заявлениям получателей. По данным Министерства топлива и энергетики ТУВ, на 1 августа этого года общая задолженность по электроэнергии в республике составляла 792 млн. рублей. Долги населения 65% от общей суммы или 512 млн. рублей. Задолженность по тепловой энергии 475 млн. рублей. 87% от общей суммы или 413 млн. рублей долгов являются долгами населения. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 36 копеек, евро 69 рублей 72 копейки. Далее реклама. Не переключайтесь. Нужны деньги? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это новости на канале Новый Век. Мы продолжаем. На территории Тувы прошла операция «Браконьер», в ходе которого оперативники уголовного розыска регионального МВД совместно с сотрудниками Госкомохотнадзора Тувы задержали группу мужчин. При досмотре были обнаружены рыбы, запрещенные к вылову и состоящие в Красной книге республики. Все подробности у Чинчи Самбуга. 35 хвостов Хариуса, 90 ленков и 4 тайменя. Таким оказался улов полицейских и сотрудников Госкомохотнадзора Тувы. В 30 километрах от поселка Сарыхсепка Хемского района была задержана группа мужчин из 7 человек. На 30-м километрах от дороги Козыл-Сарыхсепка была задержана группа граждан, состоящих из жителей Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Ленинградской области, Саяногорской и республики Хакасы. Отметим, что по правилам рыболовства для западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна ленок запрещен к вылову, а таймень занесен в Красную книгу Тувы. Таким образом, полицейскими был выявлен факт браконьерства. По итогам оперативных действий обнаружены улов рыболовной снасти, две надувные лодки с моторами были изъяты. Мужчины к незаконному виду деятельности подготовились с особой тщательностью. Ими был нанят вертолет, который и доставил их из Козыла до места рыбалки и обратно. Причем рыбаки для своего турне выбрали одну из трудодоступных мест региона – речку Сельдыхем в Тоджинском районе. В 11.55 нами был замечен вертолет. Тува, который возвращался, совершил посадку. И не глушив двигателя, выгрузил пассажиров и груз, улетел в сторону города Козыла. И по сообщению второй группы, там у нас работала группа, вертолет был пустой. Помимо незаконной добычи, было обнаружено гладкоствольно-охотничье ружье и патроны к нему. Ружье находилось в расчехленном виде, что является нарушением действующих правил охоты на территории России. В настоящий момент изъятые рыбы направлены на экспертизу. По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято надлежащее решение. Далее эфир продолжит новости короткой строкой. Глава Тувы Шалбан Королл 17 августа встретился с 52 офицерами и выпускниками, прибывшими в регион для прохождения службы. Они окончили 18 различных высших учебных заведений России и теперь несут службу пограничным управлением ФСБ по Туве, республиканском МВД, структура главного управления МЧС по республике, 55-й горной мотострелковой бригаде Министерства обороны Российской Федерации. Среди выпускников 2017 года 9 девушек. В 2016 году в Туве численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, составила свыше 135 тысяч человек, в том числе в возрасте до 18 лет 93 583 человека. В возрасте 18 лет и старше 42 081 человек. По сравнению с 2015 годом численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 12%. В загородных оздоровительных лагерях Тувы прошли занятия по разъяснению детям правил безопасного поведения на проезжей части и использовании световозвращающих элементов на одежде. По мнению организаторов мероприятия, актуализированные на занятии знания по правилам дорожного движения будут помогать детям ориентироваться в мире дорожного движения. В связи с информацией об участившихся случаях заражения энтеровирусной инфекцией во время отдыха в Турецкой Республике, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва призывает туристов соблюдать меры предосторожности. Управление с 21 по 26 августа проводит горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, выезжающих или находящихся в Турции. Телефон горячей линии 5-21-97. В Республиканской детской больнице, районных медицинских центров и ЦКБ можно получить направление на санаторно-курортное лечение для детей, находящихся на диспансерном наблюдении медорганизации. Путевки предоставляются бесплатно. На эти цели Минздраву, увы, ежегодно предусматриваются финансовые средства из республиканского бюджета. Они направляются на оплату услуг по санаторно-курортному лечению, проезда детей, а также сопровождающих их лец в оба конца. Если родители приобрели путевку сами, то они могут получить за нее компенсацию в размере 80% от установленной в республике стоимости путевки. Подведены итоги конкурса на создание коллекции брендированных стикеров «Хюглут и Вачуруктар» – веселые тувинские картинки. Из 26 присланных на конкурс коллекции изображений были отобраны 9 лучших, на взгляд жюри. Напомним, конкурс был объявлен в мае этого года для популяризации образа нашей республики в информационно-сотовом пространстве, а также в социальных сетях и популярных мессенджерах. Все рисунки, присланные на участие, показали хороший уровень работы молодых художников. И все же некоторым не хватило оригинальности, чтобы их коллекции отличились национальным колоритом, а не являли стилизованную копию уже существующих в сети смайликов. В целом же, по оценке жюри, конкурс принес большие плоды. Он показал уровень молодых художников, которых среди участников было подавляющее большинство. В итоге конкурсной комиссии были определены победители по трем номинациям – рисованное изображение стикеров, электронное изображение стикеров и лучшая коллекция персонажей. Награждение победителей, учитывая патриотическую направленность конкурса, запланировано провести 1 сентября. В Туве этот день отмечает День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской народной республики. Все конкурсанты будут отмечены дипломами участников. В 30 километрах от Кызыла прошел ежегодный слет байкеров. В этот раз в мотоклуб Тувы кочевники Азии встретили единомышленников из Абакана, Минусинска, Красноярска и Ачинска. Длинная дорога через Саяны не стала преградой для мототуристов. В кочевнике Азии вот уже девятый год подряд встречают своих друзей, любителей мотоциклов. Местечко Коктейк, где с одной стороны живописная поляна, а с другой высокие скалы, было выбрано не зря. Ежегодно самые смелые участники слета взбираются на эту гору, чтобы запечатлеть на фото очередную встречу друзей или, как говорят сами байкеры, семьи. Стереотип про брутальных и сровых бородачей на слете байкеров полностью разрушается. Добродушные весельчаки, которые решили повесить провинившегося мотоцикла, за что он рассказывает, почему же все-таки его повесили. Это вообще провинившийся мотоцикл нашего кандидата. Он не кандидат, мы уже член клуба, пока без права голоса. Ну вот, он встречает всех гостей, кто заезжает на нашу поляну, он встречает фарой, флагом нашим. Еще как бы здесь на территории не было такого никогда, вот решили такое маленькое новшество внести. Хакасский байк-клуб «Ангелы ночи» приезжают на слет ежегодно. Однако в этот раз они приехали на особенном транспорте – мотоцикле, подаренном министром обороны Сергеем Шайго. Такой железный конь один, по крайней мере в Сибири, говорит один из участников клуба. Подобные встречи проводятся несколько раз за лето, но особенно ярко проходят открытие и закрытие сезона. Ну мы в этом году проводили открытие мотосезона юга Сибири. Были представители с Кызыла приезжали к нам, приезжали с Ачинска, с Красноярска приезжали, с Абакана, с Курагина приезжали байкеры. Было очень много техники, больше 200 единиц было только мотоциклов на открытии мотосезона. Лучше узнать друг друга, стать настоящей семьей, которая всегда придет на помощь – главная причина слетов. Во время таких встреч планируются масштабные проекты, такие как «Огненный таран». Обычно на слете – развлекательная программа, разные игры и соревнования. А после уже концерт, песни за костром – все как в школе. Только на этот раз школьники давно выросли и стали любителями дорог и двухколесных железных коней. В завершении выпуска о погоде в течение суток в Кызыле ожидается перемена облачность, небольшой дождь и, возможно, гроза. Ветер северо-западный – от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 13 градусов, днем плюс 15, плюс 16. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова